Ну и еще одно последнее применение слова static — это статические методы. Статические методы — это функции, определенные внутри класса, которые имеют доступ к закрытым методам и полям. Послеживает некоторая аналогия с статическими полями. Если статическое поле класса — это просто глобальная переменная, на которой действуют модификаторы доступа, то статический метод — это просто обычная глобальная функция, на которой тоже действуют модификаторы доступа. Давайте посмотрим на предыдущем примере. У нас был класс users, и мы хотели поддерживать счетчик, содержащий количество объектов типа user в данный момент, то есть количество пользователей из логенинных в операционных системах. Например, мы сделали его при помощи статического поля класса, которое защитили модификатором доступа private. Теперь доступ к этому полю есть только внутри класса user. Для того, чтобы получить значение этого счетчика, надо добавить какой-то метод. Но так как это поле класса является статическим, то для доступа к этому полю не нужен объект. Поэтому вместо обычного метода мы создадим статический метод, у которого нет ZIS, у которого нет текущего объекта. Это просто обычная функция, но которая объявлена внутри класса и ведет себя как метод с точки зрения модификаторов доступа. То есть эта функция имеет доступ к закрытым полям и методам, и поэтому позволит нам получить значение этого счетчика. Мы определим статический метод, который будет возвращать значение этого счетчика. Так как данный метод является статическим, то для его вызова нам не требуется объект. Поэтому для того, чтобы вызвать этот метод, мы просто вызовем его как обычную функцию. Указав имя этой функции, имя функции будет состоять из имени класса оператора двоеточие двоеточие и, собственно, имени метода. Таким образом, мы получили доступ к приватным данным, но нам не потребовался объект. То есть отличие статического метода от обычной внешней функции тем, что, с одной стороны, на статический метод действуют модификаторы доступа, а во-вторых, статический метод имеет доступ к закрытым полям класса. В данном случае эти поля класса, к которым мы получаем доступ, они статические, но в принципе он имеет доступ и к нестатическим полям класса. Так как метод статический, он своего ZIS не имеет, но если в него передать какой-то объект, то у этого объекта, типа user, он может обратиться к каким-то закрытым полям класса или к закрытым методам. Но при этом надо помнить, что все-таки это функция, и объекта текущего нету, никакого ZIS, и просто так обратиться к полю нестатическому мы не можем.